Два десятилетия Брест и Равенсбург обмениваются дружественными визитами. Не стал исключением и нынешний. В Брест приехали семеро молодых людей, учащихся школы Эдит Штайн и два педагога. Юноши и девушки живут в брестских семьях. Такое культурное и образовательное сотрудничество позволяет лучше изучить язык, расширить кругозор, узнать быт и культуру страны. Принимающей стороной уже четвертый год выступает Брестская средняя школа номер один. Нам очень интересно всегда, каждый раз по-другому, очень интересна программа, которую сделали наши учителя в Брестской школе номер один. В нашей школе тоже изучается немецкий язык. И дети, которые принимают сейчас школьников из Германии, некоторые из них говорят на немецком языке, некоторые общаются на английском языке, некоторые общаются на испанском языке, а некоторые общаются на русском языке. Поэтому у детей очень хорошая практика по изучению иностранных языков. Культурный объект полагает знакомство с культурными объектами не только города Бреста и Брестской области, а также нашей республики. Одним из пунктов насыщенной программы стала встреча гостей из Германии с заместителем председателя Брестского горосполкома Сергеем Жуковым. Молодые немцы делились впечатлением о Бресте, о его архитектуре и обилии высотных домов, задавали вопросы о законах нашей страны, рассуждали о воинской обязанности и контрактной армии. Мне очень нравится, что Брест – это город спорта, по-моему. Есть очень хорошие спортивные объекты, и это классно. Рассказали о немецкой гости и о своих впечатлениях от насыщенной программы, совместных уроках, экскурсиях, прогулках по Бресту. Видеть такой большой город – это, конечно, для нас необычно, потому что мы все живем в небольшом городе. Вообще-то мне очень понравилось видеть, как люди здесь живут, ну, как культура здесь. Ну, мне это очень нравилось, и как, например, школьная система, мне очень нравилось. Мы посещали английский урок, там мы делали, мы спрашивали, как там школа, как здесь. Потом мы ходили на Брестскую крепость, тоже красиво было. Связывают Брест с Германией не только взаимоотношения с детскими объединениями. В этом году 25-летие дружбы между женщинами областного центра и общин Средней Шусентали. 13 раз за это время побывали брещанки в Германии, и 12 раз представительницы объединения приезжали в город над Бугом. Эта дружба стала хорошей основой для строительства взаимоотношений между двумя народами. В праздничный день участницы поездок разных лет с удовольствием рассказывали о своих вояжах, делились эмоциями и впечатлениями. Это тоненькая ниточка взаимопонимания, сердечности, она растопила лед, и мы, в общем-то, за эти 25 лет совместными усилиями, мы соткали полотно нашей дружбы, нашего взаимопонимания, нашего партнерства, в котором заложена и общественная значимость того, что мы делали, и, конечно, личное впечатление, личная дружба. Женщины действительно, они очень настойчиво поддерживают эти контакты, эту дружбу, эту любовь, можно сказать, между двумя народами. И, в общем-то, можно говорить о том, что самые устойчивые связи, существующие между двумя городами-побратимами, они, наверное, женские, потому что без пропусков, без перерывов женщины посещали друг друга вплоть до сегодняшнего момента 25 лет подряд. Ирина Альшова, Анастасия Незданин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.